Тем временем радость от новоселья мрачила плесень на стенах и лужи на подоконниках. Жители села Жалауло Павлодарской области в конце июня получили ключи от новых домов, построенных взамен разрушенных поводки. Однако уже около месяца их дома одолевает сырость. Евгения Мягченко пообщалась с сельчанами и узнала у застройщика о причинах повышенной влажности. Вот, пожалуйста, смотрите, плесень у меня. Я не знаю, если у людей что делать. Уживую под батареями тоже вся плесень. Вот, пожалуйста, по углам. Смотрите, что еще дальше. Все цветет у меня. Как с ней бороться? Что с ней делать? Я не знаю. Светлана Мулина рассказала, что плесень появилась около месяца назад, несмотря на то, что все лето в доме топилась печь, ее пытались просушить. А теперь все силы брошены на борьбу с грибком. Испробовали уже все методы, о которых знали, но ничего не помогло, говорит хозяйка. Более того, споры плесени стали влиять и на здоровье. В этом доме мне нравятся эти дома. Они очень хорошие дома. Но, конечно же, плесень везде. Проблемы везде. Только одна плесень. Я переживаю также и за мебель, за всю бытовую технику тоже. И за здоровье своих детей. Похожая ситуация и в остальных четырех домах. Напомним, что строились пять домов на спонсорские средства. И обошлись более чем в 100 миллионов тенге. На строительство ушло буквально два месяца. В Акимате Актугайского района пообещали держать ситуацию на собственном контроле. Эти новые пяти дома имеют гарантию на три года. И в течение трех лет они обязуются провести все необходимые работы по устранению всяческих недочет. Акимат Актугайского района будет держать на постоянном контроле данный вопрос. На торжественном вручении ключей застройщик пообещал жителям пожизненную гарантию. Сам он родом из Актугайского района. Поэтому для него дело чести помочь жителям с возникшей проблемой. Рассказал он нашей съемочной группе. Плесень возникла из-за того, что дома напитались сыростью. Стройка без каких-то замечаний не обходится. Причем я еще раз хочу повторить, что строили в экстремальных условиях. Где-то еще по колено вокруг стояла вода. Эта сырость, эта влага, от нее никуда не деться. Есть такое средство, которое называется антиплесень. По 5 килограмм стоит она недорого. Сейчас обработаем и заново побелим. В село выехали сотрудники строительной компании. Они оценят обстановку и проведут необходимые работы. Заверил Александр Терентьев. Евгения Мягченко, Кайратл Пусваев, Атамикен Бизнес, Павлодарская область.